Вот и распустилась роза лагуна, роспуск которой я ждала два года. В прошлом году, ранней весной, я купила саженец в строительном магазине. Потом я растила его на окошке и высадила в открытый грунт. В прошлом году она не зацвела, в этом году вот такие вот выпустила. Достаточно мощные стебли и много цветочков будет. И вот еще один цветок, посмотрите, какая красавица. Камера передает хорошо цвет. Если у других розоватых роз камера передает как красные, здесь камера цвет передает хорошо. Он такой малиновый или темно-розовый. И я уже понюхала эту розочку. Аромат как у чайной розы. Потому что эту розу лагуна я покупала не просто так, потому что хотела эту розу. А эта роза, также из нее можно варить варенье и заваривать ее в чай. Это тоже относится к чайным розам. Аромат просто потрясающий этой розы. И красивая. Посмотрим еще как она будет сыпаться, не будет. И еще очень люблю очень приятный аромат у розочки симпатия. Вон такие вот тоже красивые у нее бутоны. И очень приятный аромат. Уже вовсю начинает цвести. Я уже рассказывала, что я ее в этом году срезала. Во-первых, мы здесь будем немножко переделывать. И она мне во весь рост здесь мешала для переделок. И плюс уже давно была пора немножко омолодить куст, обновить. Потому что уже были старые такие, толстые стволы. А сейчас он выдала все молоденькие. Она также будет красиво и пышно цвести после омоложения. Вот видите, сколько бутонов. Но единственное, что будет ниже ростом. Так она 2 метра, а так она 1,30-1,40 метра. Ну а еще тут продумываю композицию, которую буду делать. И возможно даже мне здесь не нужно 2 метровой высоты. Еще буду думать. Такая ароматная красотка. Самый приятный аромат у этой розы. Ну а это просто красотка. Она, конечно, не ароматная, но очень красивая. Немного ветром также прозвали была. Потому что веревки не так хорошо держат. Конечно, немножко ветром развалило. Но все равно красавица. Вообще с цветением роз, конечно, сад преображается. Одевает этот прекрасный яркий наряд. Распускается почвопокровная розочка аспирин. Как-то первый роз пуск у нее всегда не очень привлекательный. Потом она как-то выглядит получше. И всем розочкам я подсадила в прошлом году аспарагус по одной веточке. Чтобы сразу был букет роза. И вот такая вот красивая метелочка аспарагуса. Пока мне нравится. Вот так вот мне захотелось сразу сделать букетик. Вот так вот выглядит с аспарагусом. А вот тут и роза еще не цветет. И аспарагус еще не такой пушистый. Потому что здесь веточки аспарагуса я срывала в еду. Это аспарагус еще называют спаржи. Очень вкусная. Весной. Покушать. Цветут лилейники. Ранее желтые. Тоже их добавляю в композиции. В прошлом году они отцвели. Я их не успела добавить в композиции. Но вот этот вот пока я не придумала куда его добавить. Он пока в огородной части растет. Ранние лилейники Мидендорфа. Очень ароматные. Аромат лилейника похож чем-то. Мне напоминает запах акации. И уже завершают свое цветение. Уже цветают. Этот еще желтенький такой. У него много бутонов. Насыщенный желтый. Это уже последние цветочки. Он уже завершает свое цветение. И бутончики, если я не хочу собирать семена, я все вот это удаляю, чтобы не завязались семена, чтобы разрастался сам куст, чтобы не тратил свои силы на семена. Пиончик от влаги, от дождя совсем развалился. Наверное, срежу я его цветочки. И поставлю в вазу. Очень красиво, кстати, он сочетается с голубым можжевельником Blue Arrow. Даже лучше, чем с зеленым. Такой цвет очень хорошо с голубоватыми сочетается. У нас прям ливни. Вчера был сильный ветер, сильный ливень. И вот так вот его развалило. Ну, сейчас покажу, что я имела в виду. Про то, что у меня кусты... Обычно у меня вот так вот кустики растут, не разваливаются. А это почему-то вытянулся в этом году. Не знаю. Вот покажу на примере других кустов. Вот у меня обычно такие мощные, плотненькие кустики пионов. Они распускаются, и они очень хорошо держатся, не разваливаются. Ну, а этот, конечно, немножко развалился. Обрежу цветы и поставлю в вазы. Очень люблю аромат пионов. И вот так поставлю в вазочку. Будет красиво и ароматно. Все. Всем спасибо за внимание.